Я обычно по утрам яичницу делал. Последние дни я просто говорил, что вместо трех яиц делай там два. Такую тактику выбирают барнаульцы в связи с космическими ценами на такой привычный продукт, как яйца. Подорожало все, подорожало. Очень все дорого. Бьет по карману сильно? Ну как вы думаете, пенсионерам бьет? Может быть отказались, частично отказались. Но тогда отказаться жить все равно потихоньку наберешь. Уже не 20 берешь штук, а 10 штук берешь. Мы во всем себя экономим. Сегодня на различных торговых площадках можно приобрести десяток яиц категории С0 в среднем от 130 до 160 рублей. В более крупных торговых сетях можно купить и по ударной цене за 110 рублей. В некрупных за такую цену удастся взять только категорию С2. А средний ценник на 1 килограмм курицы – 220 рублей. Ну по кошельку бьет. Насколько бьет? Может быть отказываетесь от чего-то? Нет, не настолько бьет. Не отказываемся, едим все-таки. Но курицу с деревень передают нам бабушке, слава богу. Так, ну да, дороговатые яички. Но стараемся, смотрим все равно, где подешевле брать. Но деваться некуда. Белок надо кушать. Напомним, Минсельхоз страны обещал снижение цен на яйца сразу после Нового года за счет импортных поставок из Турции, Азербайджана и Ирана. Но в Алтайском крае еще никто не видел зарубежных яиц. Везут в европейскую часть, в Москву, в Санкт-Петербург. То есть там самые высокие цены и больше всего потребители. Поэтому туда и везут. И там транспортные расходы меньше. А к нам не везут, потому что далеко, дорого. И возможно еще не хватает. Устав печалиться, потребители смеются. В сети гуляют вот такие видео с якобы китайскими яйцами. Вот они, вон что, как Ваньки встаньки, блин. Что делается? Они вон пляшут на столе. Там внутри гель. Специально расколупали. А когда сваришь, оно вроде как белеет. Кстати, некоторые россияне высказывали мнение, что вкус у импортных яиц специфический. Не такой, как у привычных местных. Отменить пошлину на воз импортных яиц – одно из решений яичной проблемы. Есть еще способ – это собственное производство. Однако его, в России, говорят эксперты, по сути нет. Причем давно, с 90-х годов. А с падением курса рубля зарубежные корма, оборудование стали слишком дорогими для отечественных производителей. Что повлияло на конечную цену продукта. 80-90 рублей было за десяток. А теперь 150-130. То есть мои здесь только 25-30%. Остальное все цена птицефабрики. Как вы думаете, будут ли, будет ли снижение? Ой, я что-то не знаю. Мне кажется, нет. У нас же, как обычно, что временно, то всегда постоянно. Ну, не знаю, я не надеюсь. Может быть, рублей на 5 снизят перед выборами. Специалисты подчеркивают – дефицита яиц нет. И не прогнозируют значительного снижения цены. Есть один фактор, который настраивает на положительный лад. Вот это внимание со стороны главного лица, у которого выборы. Но после них все равно все, так сказать, вернется на круги своя, так сказать, и неизвестно еще на какую, так сказать, величину. На мой взгляд, должна быть определенная фиксированная наценка в торговых сетях на жизненно важные продукты. Потому что у нас зачастую торговые сети, они являются в первую очередь такими разгонной ступенью для роста цен. Потому что наценки по отдельным товарам там могут достигать и 40, и 50, и 60% именно в торговой сети. А пока барнаульцы вынуждены искать, где яйца подешевле, шок от таких цен не прекращается. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.